Всем привет адепты аниме-игр! Представляю вашему вниманию подборку популярных аниме-игр Steam'а по мнению игрового сообщества. И если тебе что-то понравится из этой подборочки, или ты играл в одну из таких игр, обязательно напиши об этом в комментариях, будет интересно почитать. Ну что же, как по традиции, с вас лайк, с меня топ-10 популярных аниме-игр Steam'а. Denjenropa Tiger Happy House. Игровой проект, который был создан на основе популярного жанра аниме. Действия игры отправляют тебя в элитное учебное заведение, где ты станешь центром динамично развивающихся событий. В это заведение не может попасть любой человек. Здесь требуется особое умение и уникальные способности, одной из которых и будет обладать наш главный герой. Ты сыграешь роль главного героя, который попадает в школу совершенно не по своей воле, и мечтает как можно быстрее выбраться отсюда. Перед входом ты теряешь сознание, а когда очнешься, поймешь, что остался запертым вместе еще с четырьмя учениками в этом жутком здании. Сталис оф Арайс. Приключенческая игра, разработанная в жанре ролевого экшена, которая захватывает своими уникальными элементами и крутыми сюжетными повествованиями. Вы отправляетесь в окутанный, пеленой мрака мир, в котором царствует зло. Жуткие силы восстали и теперь всему человечеству грозит уничтожение. Именно это нам необходимо предотвратить. Возьмитесь за исполнение главной роли, роли воинственного и могущественного рыцаря, который отправляется на спасение принцессы и мира в целом. Моус Даш. Яркая, музыкальная и ритмичная игра, где тебя породует особая атмосфера, а также максимально простая механика управления. Здесь ты попадаешь в безумный мир, где тебя ожидают захватывающие приключения и битвы с самыми опасными монстрами. Игра включает в себя массу локаций, которые тебе необходимо тщательно исследовать. Неон Уайт. Интерактивная игра, разработанная в жанре платформера от первого лица, где мы исполним интересную роль, роль охотника за демонами. Ты наемник по имени Неон Уайт, которого знает весь мир за множественные подвиги и уникальные таланты. В один из, казалось бы, обычных дней ты оказываешься в самом раю, где тебя просят словить внезапно, вторгившись на его просторы чудищ из ада. Понимая, что задача не из легких, ты собираешь все свои силы, подготавливаешь мощный боевой арсенал и смело отправляешься в путь. Миссия очень важна, ведь от ее исхода будет зависеть судьба всего человечества. Тауни Баани. Это увлекательная визуальная новелла с элементами ужаса и мрачной атмосферы. Вы играете роль 12-летнего мальчика, который вместе со своей семейкой покидает город, чтобы выжить в сельской местности. Поскольку ваш мальчик не может завести друзей, он проводит большую часть времени дома, играя со своей младшей сестрой и смотря мультфильмы. Жизнь в маленькой деревне очень размерена и предсказуема, но в один момент этот устоявшийся уклад нарушается. Дети начинают исчезать из деревни и никто не может найти их следы. Наруто Ашипуден Ультимейт Ниндзя Шторм 4. Игра в жанре экшена с элементами адвенчуры, которая основана на знаменитом мультипликационном сериале под названием Наруто. Данная глава была по максимуму проработана и улучшена во всех аспектах. Здесь вы можете насладиться отлично проработанной боевой системой, которая разнообразна и сможет завлечь игрока на долгий период времени. Более того, ты можешь сразу подготовиться к погружению в эпические сражения с разнообразием оружия и других убийственных средств. Соперников повсюду будет более чем достаточно, поэтому старайся как можно тщательно подготовиться к той или иной схватке. One Price Odyssey. Приключение крайне удачливой команды пиратов, которые удалось разграбить множество портов и избавиться от десятков пражеских кораблей. Не повезло оказаться в центре настоящего шторма. Их корабль был зверски уничтожен сильными волнами и мощным ветром, который не оставил ни единого шанса на то, чтобы корабль уцелел. Главный герой, представляющий собой капитана корабля, пришел в себя на острове. Обнаружив вокруг остатки своего корабля и несколько усцелевших сундуков, ваш персонаж решил начать поиски своей команды. Для начала вам предстоит осмотреться вокруг, ведь ранее неизвестный остров может быть наполнен множеством интересных вещей, требующих вашего внимания. Codewine. Ролевая игра в жанре экшена с видом от третьего лица, которая включает в себя динамичный захватывающий игровой процесс, хорошо исполненную графику, а также незаурядную линию сюжета. Здесь ты должен быть готов сразиться с разными типами врагов, применяя возможные комбо и боевые приемы. Мир игры может захватить тебя с головой, своей красотой и уникальностью. Но не стоит расслабляться, так как он хранит в себе массу опасностей и смертельных ловушек. Giorgio's Bizarre Adventure All Star Battle R Новое представление динамичной и увлекательной игры, разработанной в жанре файтинга. Здесь ты вновь окажешься на просторах уникального фантастического мира, населенного харизматичными героями и основанном на знаменитых крылатых фразах. Становись частью безумных сражений с огромным количеством уникальных героев, каждый из которых обладает индивидуальными характеристиками в стиле боя. Игра предлагает на прохождение ряд миссий, выполнение которых откроет тебе доступ к новым возможностям и навыкам. Отдельно стоит отметить высокую динамику приключения, которая не позволит нам скучать ни секунды. Также внимание требует графика, проработанная в крутой рисовке с яркими элементами и захватывающими эффектами, где общая атмосфера здорово дополнена звуковым и музыкальным сопровождением. Пройди все испытания, срази противников и достигни поставленной цели любыми возможными способами. Tower on Fantasy Научно-фантастическая приключенческая игра с открытым миром, действие которой разворачивается через сотни лет в будущем на далекой планете Аида. Игроки смогут испытать постапокалиптический научно-фантастический художественный стиль, вдохновленный аниме. Развитие персонажей в свободной форме и захватывающие исследования открытого мира. В башне фантазии истощающиеся ресурсы и нехватка энергии вынудили человечество покинуть Землю и мигрировать в Аиду, пышный и пригодный для жизни инопланетный мир. Там они наблюдали за кометой Мара и обнаружили содержащуюся в ней неизвестную, но мощную энергию под названием Омниум. Они построили башню Омниума, чтобы захватить Мар. Но из-за влияния излучения Омниума на их новом родном мире произошла катастрофическая катастрофа. Такая вот получилась подборка аниме игр. Спасибо, что уделили мне время и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова